Добрый день, уважаемые участники и эксперты первого общественного форума «Россия-Армения». Разрешите представиться. Меня зовут Татьяна Селиверстова. Я являюсь председателем правления ОНО «Лидеры международного сотрудничества». Мы являемся соорганизаторами данного форума. Также отмечу, что главными организаторами первого общественного форума «Россия-Армения» выступают Общественная палата Российской Федерации и Общественная организация «Вместе». Мы начинаем пленарную сессию на тему сохранения исторической памяти. Следующий выступающий Михаил Станиславович Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тут, вы знаете, несколько дней смотрел различные количества материалов. У меня там целая папка на это сейчас отложилась, сходя из того, что многие здесь выступающие, которые уже выступили, выступили с очень великолепно разумными вещами. И вообще многое что сказано. Но, знаете, я вот в перерыве мне раздался звонок, там звонил мне один близкий друг, говорит, а ты где? Я говорю, ты вот на форуме «Россия-Армения». О, говорит, расскажи, говорит, им анекдоты про армянское радио. То есть юмор, да, вот, который заложен изначально, он всегда-то расформировался вот в такую вот доброжелательную вещь. Но немножко ностальгии. Вот все знают фильм «Мемино». И там артист, Критычан, когда спрашивал, значит, «Мемино», говорит, а кто, говорит, эта девушка, которая тебя отказывает все время? Она говорит, стерадесса. Ну что ж ты, говорит, хочешь? Она же все время летает, она видит академиков, космонавтов, значит, артистов. А потом после паузы, говорит, Иштаяна видит. Я задаю всегда вопрос молодежи, которая говорит, слушайте, говорю, а кто такой Иштаян? И молчание. А Иштаян – это центральный нападающий Ереванского рарата, который за год до этого стал чемпионом Советского Союза. Правда, на следующий год они, в силу того, что они очень сильно праздновали, чуть ли не вылетели из высшей лиги, но это была яркая личность, и вообще, я с чего просто начинаю? Мы говорим с вами, все-таки, как сохранить и приумножить, да? Вот понимаете, значит, мужчины меня поймут, многие живут некими вещами, страстью, в том числе, значит, вот у нас большая страсть футбола. Какую эмоциональность и какую страсть добавляли игроки южных команд, особенно, значит, Еревана, вообще вот выносили в наше отечество отечественного футбола. А дальше Харена Ганесян, ну, тут можно, значит, говорить. Знаете, я вот просто хочу сказать, что я вот москвич в пятом поколении, таких в Москве осталось 8%, и общаюсь там с таким же, как я, мы смотрим там некую там историческую общественность, на революции миллион жил, то есть там жили наши родственники. Ну, кто жили? Русские, татары, башкиры и армяне. Так что, вот, в зависимости, смотрите, кто вообще, да, кто является коренными жителями столицы. Ну, а теперь о неприятном. На самом деле, вот, все, что происходит в Армении, то, что делает премьер Пашинян, он делает то же самое, что делает Урсула фон дер Лайн вместе с Шольцом, вместе с Бергом. С Бербак точно так же демонтируется государство Армении, как и демонтируется государство Германии. Через некоторое время это государство станет никому не нужно вообще, будет только нужна площадка для развертывания каких-то таких стратегических геополитических игр. И настолько стремительно это делается, что просто иногда некие действия не поддаются вообще какому-то комментарию, насколько быстро происходят какие-то определенные решения. Если взять историческую вообще историю, как таковую, о чем мы сейчас говорим, то хочу напомнить, что договор между РСФСР и Арменией был подписан в 1921 году по настоянию Владимировича Лениным. С этих пор, сразу после этого, меня могут поправить, может, я что-то не так скажу, но порядка 70 тысяч армян из зарубежной диаспоры переехали в Советский Союз над Переливом. Еще хочу напомнить, что исторический факт Армении в составе Закавказской Республики была одним из субъектов подписания договора об СССР. Кстати, этот договор можно найти в архивах. Вы можете его запросить, вы можете его получить, увидите все четыре субъекта, которые подписали договор об образовании СССР. Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская Республика. Но вы нигде не найдете договор о прекращении СССР, который был принят в Белорусской пуще. И более того, на этом договоре всего лишь три подписи, как говорят. Отсутствует подпись четвертого субъекта. Это значит, что договор с точки зрения юридической может быть признан ничтожным. Вот, понимаете, мы за эти долгие годы настолько срослись друг с другом, мы всегда воспринимали, ведь это жизнь, жизнь, она состоится с коммуникацией, начиная со школьной скамьи, в институтах, на работе. Мы всегда везде, кругом общались, вместе мы были. Мы всегда никто даже не замечали, кто какой национальность, на самом деле. Так, за редким исключением. И вот эта вот интеграция двух культур, она произошла достаточно давно, и исторически она произошла. Значит, а что сейчас происходит? Вот сегодня выступающие здесь говорили о неком факторе признания, не признания геноцида. Но в 2009 году в Цюрихе министры иностранных дел Еревана, вот Армения и Турции подписали протоколы, вроде так, безобидные протоколы, да? Но они предусматривали отказ, собственно говоря, от тех притязаний на границы национальной Армении и отказ от признания геноцида Армении. И вот сейчас, что делается, практически это воплощение вот того протокола, который был подписан в 2009 году. Хочу напомнить, что последняя страна, которая активно билась за возвращение территории из Турции в состав Армении, это был СССР вместе с горой Арарат. Эти притязания прекратились со смертью Сталина, Иосифа Сырёновича, который активно наставил на том, чтобы территория должна войти в состав Армении. Вот так. Поэтому на сегодняшний день геополитика, она всегда определяет вообще то, что происходит сейчас. Вы знаете, вековая тысячелетняя ненависть англосаксов к русскому миру, тот, который называется на этой территории, его можно как угодно назвать, она сейчас выливается в различные формы борьбы. Вот здесь сказали, что 30 лет Россия ничего не делала. Да нет, просто после такого потрясения, которое испытало наше государство в 1991 году, любое государство приходит обратно в состояние нормального восстанавливания. Через 25-30 лет. И, собственно говоря, у нас сейчас и есть с вами процесс, который идёт в восстановление всех наших национальных интересов. А национальные интересы – это значит система борьбы за государственную безопасность, в том числе по защите наших братских народов. И вы нигде ни в одной стране не найдёте формулировку «братский народ». Она есть только в нашей стране. И это исходя из тех положений, всё хорошее новое – это забытое старое. И когда на одном из съездов партийных говорили, что у нас создана великая общность советский народ, это было очень правильно. Если кто помнит, основная задача была борьба с мировым империализмом, которая очень актуальна и сейчас в том числе. Вот. Поэтому что? Я хочу совершенно согласиться с Кориной Александровной о том, что значение зарубежных диаспор, оно на самом деле, вот, наверное, не очень ещё сейчас оценено, в плане того, что от деятельности зарубежных армянских диаспор, я так полагаю, во многом зависит это на то, насколько будет существовать или не существовать дальше Армения, как вообще государственное образование. И в этом плане вы говорите, что нет координирующего органа. Но вот сегодня съезд Россия-Армения. Включите в резолюцию, создайте организационный совет. Ведь у нас все армяне, многие армяне, которые проживают у нас в стране, граждане Российской Федерации, это очень знаковые люди, очень уважаемые люди. И я знаю огромное-огромное количество друзей, которые и военачальники, и врачи, и учителя. И у всех есть свои контакты с зарубежными диаспорами. И зарубежный диаспор, нельзя умаливать фактор значения зарубежных диаспор армянских, которые очень большую роль играют. в разных странах. И во Франции, и в Штатах, и где угодно. Совершенно верно, что если сейчас списывают армян в Армении, точно так же и в Штатах они никому не нужны. Вообще геополитике англосаксонской никто не нужен. Им нужны только свои интересы. Поэтому сегодня в резолюцию можно вписать, давайте создадим коррекционный совет по активной коммуникации с армянскими диаспорами и дальше этот коррекционный совет пропишет те цели и задачи, которые зарубежная диаспора должна сформулировать в отношении Армении как государства. Ну вот то, что я хотел сказать. Ну и напоследок хочется все-таки предложить нашему федерации футбола, чтобы она пригласила Рората Пюник играть в нашей высшей лиге. Спасибо. Спасибо.